Друзья, всем доброе утро, всем утро и мы сейчас направляемся на Лагу Дибрайс, это очень крутое и красивое озеро, супер инстаграмная локация и мы будем фотографировать нашу пару свадебных нарядов, так что мы уже не можем дождаться как мы туда приедем, так как на фотографиях локация смотрится просто бомбически, так что давайте ехать. Друзья, ну что, сейчас будем начинать. Давай левую руку забрали, а ты так усмехаешься, такий миленький, миленький, о так. Не, гляньте, гляньте, вот так да, притулись до него нижнее чутило, да. Вот, класс, класс, усмехниться, усмехниться, усмехниться. Друзья, ну что, мы приехали сюда на Лагу, как он называется? Лагу Дибрайс. Друзья, ну что, мы приехали сюда на Лагу Дибрайс, мы были здесь в 7 часов, мы сделали такой локейшн скаутинг, посмотрели вот по локации, по свету, что где как, сделали несколько пробных кадров и договорились, женщины здесь, что мы завтра в 5 утра будем здесь на локации. Хочу вам сказать, что рано утром очень классное отражение в воде именно гор и просто нереально красиво. Нет еще света на горе и тогда можно будет сделать очень крутые кадры с озеркалением, свет будет более нежный и более ровный. Сейчас мы пару кадров сделали, в принципе, в контрревом свете, ну и больше посмотрели по ракурсам, прикинули себе, откуда будем снимать основные кадры завтра. Вот, а сейчас едем на следующую локацию, позавтракаем, конечно, и будем смотреть следующую локацию. Так что, поехали! Друзья, в ходу мы сегодня отменим нашу съемочку, нашу обличную локацию. Мы едем на второй локацию и будем надеяться, что дождь будет на локацию. Такой пищи будет, что он даже не будет. Друзья, ну что, мы опять на Лагоди Брайс, сейчас 7 вечера и не души, свет очень ровный, очень мягкий, очень классный. К сожалению, нет отражения в воде, так как это было рано утром, но все равно мне больше нравится даже в таком формате, как сейчас. И у нас где-то будет часик для того, чтобы поработать здесь, так что поехали! Вот так вот нелегально пытаемся проникнуть на причал. Вова! Что-то страшно, блин. Ты ведешь себя? Хреново! Ты ше... Вова, ты ведешь себя хреново! Ну мы залезли, здесь, конечно, закрыто, запрещено, но оно того реально стоит, адреналин и вообще эмоции переполняют. И сейчас мы сделаем самую крутую свадебную фотосессию на этом озере. Я не знаю, что это такое, что это такое, что это такое, что это такое. Я не знаю, что это такое, что это такое. Пошли. Димемся один-одому. За руки возьмите. Вот так, да, и дивись вперед, да, и ты поцелуй в висок. Не так сильно, не шейко висок пише. Вот эту лодку нам надо, как мы ее отвяжем, тупо... А что не тут? Потому что там ступеньки. Ребят, я вам скажу честно, мы звонили. Мы звонили, мы просили, нам должны были перезвонить, нам не перезвонили. Мы готовы были заплатить. Никто не перезвонил, ну блин, ну что? Да, Вася? Говорю, мы звонили, звонили, просили, чтобы нам перезвонили. Девочка днем сидела, сказала, да, вам перезвонят, все, можно будет договориться. Никто не перезвонил. Ну что оставалось, самим идти и делать. Ложите, сложите полностью, надо, надо. Давай, давай, давай. Руки в стороны, да, руки в стороны. Так, за лодку, за лодку хватать. А ну смотрите вдвоем на пейзаж, вот так вдвоем, да. Класс, давай-давай, две сними, две сними, две сними. Дай ты обними его, поцелуй, вот так нежно, тянись к нему, тянись, 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 на пальчиках тянись. Дай, смотри вперед, веди ее, а ты улыбайся. Отразим телефон, чтобы город был везде. Друзья, продолжение, а я его буду наказывать. Ну хоть какой-то файл сегодня будет, хоть кто-то упадет. Куда его, давай, давай, давай. Вася, ну давай, ну поднимай. Друзья, ну что я могу сказать, это было очень круто. Не было людей, был отличный свет, потому что у нас солнышко. И в общем если очень хотите, всегда все получается, всегда все получается круто. Так что пробуйте, не бойтесь, и тогда будут получаться крутые фотографии, классные воспоминания. Не бойтесь никогда. Ну было очень страшно, да? Да, было реально очень страшно. И первые минуты реально, когда мы видели такую лодку, сейчас Андрей после этого снимет, после этого снимет как перебилочку. Увидели и такой сразу мандраж, блин, нас сейчас реально, наверное, приедут в карабинерии, запакуют всех вместе. Видите, все закончилось классно, благополучно. И мы рады, что так все закончилось. Друзья, ну что, мы уже будем двигаться дальше и поедем на следующую крутую локацию. Увидимся дальше в нашем путешествии. Поехали! Ну что, друзья, мы подъехали уже почти к горам нашим. Называется город Ричино. И сейчас будем платить за въезд. Просто стоимость въезда 30 евро. Получается, что 24 часа шлагбаум работает. Можно заехать, но когда будете возвращаться, нужно будет все равно платить. Так как, я так понимаю, в будке просто никого нет и... Вот. Ну, классно, классно. Потому что именно на закате, на рассвете, мне кажется, здесь нереально круто. И даже мы с парнями говорили о том, что было круто переночевать в палатке. Классно вот пожарить какие-то вот сосиски. Ну, просто классное время провести как-то с мыслями собраться. Мне такое очень нравится. Но видите, погодка у нас не особо располагает. И на самом деле мы тоже не подготовлены к этому треку. Потому что отдых в горах это немножко другой отдых, чем такой именно как у нас. Вот. Видите, кто-то кино даже снимает здесь. Ну, вокация просто нереальная, поэтому да. Кстати, мы на высоте 3000 метров. И виды здесь просто нереальные. Будем надеяться, что скоро тучки уйдут. И будет крутое солнышко. Друзья, мы начали. Погода, конечно, офигенная. Смотрите, друзья. Погода, друзья. Погода, друзья. не видно конечно дождя было бы круто если был зонт у нас есть битлайтер фонарик можно было посвятить но к сожалению нет дождя даже не знаю что делать может накрыть их куртой как-то вот будет прикольно санта нет санта нет но куртка это рубашка с чем-то накрыть их просто замотали наш фотоаппарат целлофан для того чтобы фотоаппарат не намок и будем больше снимать на ощущениях так как фактически ничего не видно должна сработать когда оплатили полную страховку машины то ничего не страшно вот такой дождь друзья ну что поделать друзья мы в коротке сан-бенедепто и в этом коротке 5 таких огромных схал это очень инстаграмная точка очень популярная точка в доломитах итальянских и сейчас будем спрашивать у людей как нам попасть именно туда и 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 это круто сделали пару чувственных таких кадров в том мягком свете но зато в солнечном свете в общем я доволен сейчас будем искать эту же локацию, этот же фон только с другого ракурса немножко крутое место, очень крутое место друзья, очень крутой свет сейчас мы снимаем в таком полусилуэтном формате 9.20 мы сегодня работаем где-то с 9 утра и хочу сказать, что полумиты очень крутые горы и нам очень повезло что сегодня уже вечером не было дождя что немножко показалось солнышко и в конце мы нашли просто нереальную эпическую такую локацию церковь с видом на эти вот скалы, это просто нереально я надеюсь вам понравилось видео надеюсь вам было весело если да, подписывайтесь на канал ставьте лайки, ставьте этот колокольчик я никогда не прошу, чтобы знать когда выходит новое видео а я постараюсь свою очередь выкладывать более часто и прислушиваться к тому какой формат видео вам больше нравится так что друзья, всем спасибо, что смотрели надеюсь вам было весело, интересно познавательно и увидимся тогда в следующем влоге все, пока-пока